Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Продолжаю проповедь на тему «Самое главное». Самое главное, что ты с Богом. И так здорово, что Бог – это Бог перспективы, я бы сказал, потому что Он начало и Он конец. Бог понимает, потому что когда ты начинаешь любить Бога, ты меняешься, твои мысли меняются. И он говорит, мы притесняемы, мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не отчаиваемся. Ты знаешь, вот именно почему нам нужны отношения с Богом, почему нам нужна вера? Потому что мы видим, как люди легко отчаиваются, как они разочарованы, как они в депрессии, как они в этом, они в этом. Но Он говорит, мы-то из другого теста сделаны, как говорится. Мы не отчаиваемся. Да, я вижу трудности, но я не буду сидеть и кричать, ой, я бедный, несчастный, мне не повезло, Бог, где же ты, почему же так, почему же вот так. Не отчаивайся, друг мой. Потому что в божественном перспективе всегда ждет божественный финал, божественная победа, божественный прорыв. Аллилуйя, божественная помощь. Поэтому, если ты не видишь перспективы, конечно, тебе кажется, о, как страшно, о, как то, о, как вот это. Но посмотри со стороны Бога, посмотри с Его перспективы, и ты увидишь, что там все будет по-другому, что ты пройдешь, потому что Бог проводит тебя, через реки написано, через огонь, через воду. Он проводит тебя. Ты знаешь, Бог не дает нам легкие пути. Это мы ищем легкие пути. Ну, как бы нам побыстрее вот это, как бы нам полегче вот это, как бы нам... А Бог говорит, нет, нет, я же тебя воспитываю, друг мой. Я провожу тебя. Нигде не написано, да, чтобы Бог провел там куда-то тебя в сторону, чтобы ты не прошел там через реку. Мы видим, через море проходили люди, через реку проходили, Через пламенную печь проходили. Слава Богу. Но не отчаялись. Были в отчаянных обстоятельствах. Были. Моисей был. Друзья Даниила были. Да посмотрите на всех Божьих героев. И что говорит Павел? Не отчаиваемся. Вы вчитываетесь в это. Знаете, мы еще не были в огненной печи. Я не знаю, кто тут был. Я не знаю, там, когда читаешь жизнь Павла, чтобы прочувствовать, что он прочувствовал. Он говорит, что такое давление, такое страшно, так то, так и... Нет, 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 нет. Не отчаивайся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы не оставлены Богом. Мы не забыты Богом, друзья. Низлагаемы, но не погибаем. Не погибаем. Тебе нравится это или нет? Ты что-то сидишь такой, как будто я рассказываю всего трем человекам в зале. Остальные как будто где-то утонули в своих отчаяниях. Поднимайтесь, поднимайтесь. Руку Божию, вам Бог протягивает в свою руку помощи. Слава Богу. Знаешь, Он никого не оставит. Он никого сказал. Я не покину и не оставлю тебя. Аминь. Вы должны в это свято верить. Вы должны в этом быть убеждены. Потому что по-другому дьявол тебя обманет. И мы знаем, что когда ты веришь в это, это дает тебе силу. Написано, что мы все преодолеваем. Мы все преодолеваем. Зачем тебе нужна сила, если ты не будешь преодолевать? Написано, мы все преодолеваем силою возлюбившего нас. Что мы говорим, о, любовь, любовь. И мы думаем, любовь Божия, это вот только когда тебе вот. Но любовь Божия, это сила. Ты преодолеваешь. Потому что ты знаешь, что ты с Богом. Бог с тобою. Он не оставит тебя. Он проведет тебя. И тебя ждет победа. Мы поем хорошую песню. Впереди, что нас ждет? Впереди нас ждет победа. Это божественная перспектива. Кто-то говорит, не знаю, может быть у вас и победа. У меня опять победы нету. Я живу на победе. Впереди нас ждет победа, друзья. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, что опять же важно, о чем я напоминаю. Как бы Дух Святой почему-то снова и снова меня возвращают к этому месту Писания, где написано, что Иисус виноградная лоза. Но перед этим Он сказал, я на 6 главе, что Дух дает жизнь человеку. В синодальном переводе написано, Дух животворит. А дальше как помогаете? Плоть не имеет пользы. А Дух что делает? И вот новый период говорит, Дух дает жизнь человеку, это не под силу. Вы знаете, то, что мы перед этим говорили о стесненных обстоятельствах, о трудностях. Да, самому по себе без Бога это невозможно. Но Дух дает нам жизнь. Дух животворит, понимаете? А то, на что надеется человек, обычно надеется на свою плоть, это плоть ему не поможет. Знаете, очень-очень много ситуаций, где тебе плоть не поможет. Тебе поможет там только Бог. И поэтому Он говорит, что Дух дает жизнь человеку, это не под силу. Слова, которые я вам говорил, это Дух и жизнь. Вот когда ты читаешь Библию, знаешь, это не просто книга. Это не просто какая-то книга. И многие люди почему-то не понимают, что именно оттуда приходит Дух и жизнь. Именно оттуда приходит вера. Именно это зеркало, которое позволяет тебя увидеть такой, какой ты есть и каким ты должен быть. Слава Богу! Поэтому, когда ты это видишь, когда ты это понимаешь, это работает. Ты говоришь, да, Господь, продолжай. Продолжай работать со мной. Продолжай изменять. Продолжай меня освобождать. И вот Иоанна 15, я хочу немножко в другой сегодня интерпретации дать. Потому что можно по-разному смотреть на эту главу, но я немножко по-другому хочу посмотреть. И так вы все знаете, да, есть истинная виноградная лоза, тесма винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящая плода, он отсекает. Да, слышите? И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Мы уже говорили, да, на теме плодоносности, что цель Бога, чтобы ты не просто был, а чтобы ты был успешным, чтобы ты был плодоносным. Потому что слово успешный, плодоносный, это все, это что все? Это все синонимы. Аминь. Поэтому Бог желает, чтобы ты не просто как бы жив, там, прозябался, думаешь, что ну вот, да, вот, ну вот я и спасся, ну и чего, ну вот я и то. Ты понимаешь, опять же, ты не видишь перспективы. Для чего ты спасся? Для чего? Бог тебя спас, я бы сказал. Он спас для того, чтобы ты был плодоносным, чтобы ты был успешным. Да, потому что Он говорит, что ты приносишь плоды, ты прославляешь Бога. Ты прославляешь меня. Видите, как важно понимать эту перспективу, что Бог, Он все делает с перспективой. Он все смотрит и видит, что должно быть там. Для чего эта семечка была посажена, да, написано, мы рождены от нетленного семени Слова Божьего. Для чего эта семечка попала в тебя? Да для того, чтобы ты и я, мы принесли много плода. И поэтому Бог, Он заботится, написано, и Он отсекает. Он отсекает в нашей жизни что? Что Он отсекает в нашей жизни? Алло? Думаем, думаем, что с секатором пришел уже, стоит возле тебя и думает, что у тебя нужно отрезать, отсечь. То, что тебе не нужно. Сказать по-просто. То, что тебе не нужно. Или даже то, что тебе мешает. То, что тебе мешает, потому что вот этот садовник, почему он это делает? Потому что он знает, что есть ветки, которые мешают, которые не нужны, которые, они засохшие. В них нет никакой жизни, нет никакого толка. Но, когда это лишнее удаляется, то вся сила идет туда, куда нужно. Она направляется именно в те ветви, которые будут плодоносными. И написано, что они тогда будут приносить еще больше плода. И вы знаете, что интересно, когда читаешь Галатам плоды духа, все знают, да, Галатам плод, плод духа вернее написано, плод духа, да. Но перед плодом духом написаны дела плоти. Вы обратили внимание? Почему вот именно таким образом идет? И я понимаю, почему. Потому что, когда Бог говорит, я отсекаю, Он хочет отсечь вот эти дела плоти в нашей жизни. Они будут всегда мешать. Они будут всегда такими паразитами в нашей жизни. Они будут, ну, как сказать, всегда препятствовать твоему духовному росту и духовному развитию. Потому что там написано, дела плоти известны. Вы должны знать. И Бог хочет убрать это все. Почему? Потому что, когда ты тратишь свою жизнь на дела плоти, твоей жизни не останется на дела духа. И поэтому Бог не хочет, чтобы твоя жизнь была потрачена на дела плоти. И как все ненужное, что с ними надо сделать? Это нужно отсечь. Это нужно убрать. Это нужно отрезать. Поэтому не держитесь, да, за свое самосожаление. Не держитесь за свои страхи. Не держитесь за свои обиды и так далее, и так далее. То есть, это все Бог намерен отсечь. Потому что там плодоносности никогда не будет. Там будет, наоборот, плохой плод. Плод обиды, плод страха, плод ненависти, плод непрощения. Вы понимаете? А все эти плоды имеют потенциал к умножению. Потому что в каждом плоде есть свои семечки. И Бог говорит, зачем тебе эти страшные плоды? Зачем тебе эти последствия? Опять же, Бог говорит со своей божественной перспективы. Аминь. Но когда мы не видим этой перспективы, мы иногда цепляемся. Говорим, нет, не Адам. Не Адам. Я так привык этому. Я так привык обижаться на всех. Я так привык быть гордым. Я так привык тому к тому. Но Бог говорит, что то, что Он не насадил, что Он сделает с этим? Он искоренит. Он истребит. И лучше наоборот скажи, Господь, приди уже побыстрее. Все это вот. Отчикай все это в моей жизни. Сделает такую духовную операцию, чтобы все мои жизни, все мои силы, они были только для тебя, для самого главного, для самого лучшего. Чтобы я уже даже не думал о каких-то там делах, которые действительно не приносят никакого плода, хорошего плода не приносят. Вот поэтому, чтобы мы хотели от этого освободиться, избавиться. Слава Богу. И когда ты пребываешь с Богом, конечно, почему Иисус говорит, да, прибудьте во Мне, что? И Я прибуду Вас. И вы знаете, что это слово означает, где ты постоянно живешь. Пребывать – это место постоянного проживания. То есть это не должно быть так, как многие люди, они приходят в гости к Богу. Они пришли в гости на собрание. То есть они тут как бы посидели. Мы в гостях, мы правильные, аллилуйя, аминь, сказали. Вышли за порог, у них уже все другое в голове. Они уже пошли на другую, так сказать, волну жизни. Они живут другой жизнью, они думают о другом. Поэтому Бог говорит, я, в принципе, вас не спас, чтобы вы ко Мне в гости приходили. Вы, Мои дети, вы должны жить в Моем доме и в Моей семье. И поэтому Он говорит, прибудьте, то есть живите. Да, бывает, ты пришел в гости, ушел. Ты, может быть, где-то в гостинице там остановился. Но это все временное. И в этом временном у тебя нет ничего того, что должно было бы быть. Ведь где твое имущество, друг мой? Где твое имущество? В гостинице? В гостях это все у тебя дома. А Бог говорит, я хочу, чтобы я стал твоим домом. Аллилуйя. Вы меня слышите? Чтобы я был твоим домом. Чтобы ты жил со мной. Прибывал во Мне. Не просто захаживал ко Мне в гости. Пришел там. Ну, что, как дела? Все нормально. Ну, пока я пошел по своим делам. Нет. Тогда не получится быть твердым в вере. Тогда не получится быть плодоносным. Не получится быть победителем. Надо жить с победителем. Нужно ходить с этим победителем. И тогда у тебя будут плоды победы в твоей жизни. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому наша жизнь, она связана с Богом. И она должна быть действительно с Ним связана ежедневно. Друзья, я говорю о ежедневном отношении с Богом. Это только, у меня нет времени на ежедневные отношения с Богом. Ну, у тебя же есть ежедневные отношения с самим собой. Да? Ты же себя кормишь, поешь. Не забываешь себя любимого. Все как бы, да, говоришь. Да, да, конечно, как же я могу себя забыть. Но, ты знаешь, когда ты забываешь про Бога, вообще ты про себя забываешь. Потому что, вот почему написано, воля Божия, она блага угодна и совершенна. Потому что, исполняя волю Божью, тебе же будет хорошо. Богу и так хорошо, понимаете, Он само совершенство. У Него все есть. Он все, все. Он совершенство. Но нам сказано стремиться к совершенству. Нам нужно стремиться к совершенству. Значит, быть совершенным Богом. Быть в отношениях с Ним. Быть в Его Слове, да, чтобы вот это питание, которое мы получаем от Бога, оно было ежедневным. И постоянным. Ежедневным, скажи, и постоянным. Слава Богу. И когда ты ежедневный, постоянно с Богом, вот тогда твоя жизнь будет по-настоящему меняться. И она будет по-настоящему благословенной и успешной и плодоносной. Почему? Потому что сила Бога с лозы, да, с лозы течет все, что тебе нужно. Лоза, знаете, она сама в себе это не держит. Лоза хочет отдавать ветвям. Она дает ветвям для того, чтобы в ветви могли произвести плод. Понимаете, как все это взаимосвязано. Поэтому, когда Он говорит, все, что мое, твое, это правда. Бог говорит, зачем мне, зачем мне вся эта сила для меня? Я хочу отдавать эту силу. Я хочу наполнять тебе этой силой. Я хочу благословлять тебя этим. Для чего? Чтобы ты так же передавал другим. Чтобы на тебе это не замкнулось. А чтобы ты стал продолжением, аллилуйя, этим семенем, да, который так же. Плод созревает, он падает, там есть свои семена и так далее, и так далее. То есть все это должно продолжаться. Но когда у нас нет таких отношений, то нам очень-очень сложно быть сильными. Нам очень сложно быть в победе. Нам очень сложно. Почему? Потому что своей силой мы это не можем сделать. Мы не можем это сделать своей силой. Но сила Божья дает нам способность. Смотрите, я прочитаю вам несколько стихов. Потому что я, например, вижу, что быть во Христе – это быть на лозе. И Ефесянам 1.3 сказано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». «Благословивший нас во Христе». Вы все знаете это место Писания. На лозе, можно сказать. Потому что Иисус говорит «Я лоза». И когда мы читаем «Во Христе», нам легче представить, увидеть, что когда мы пребываем на лозе, мы пребываем во Христе. «Благословивший нас, можно сказать, на лозе, всякими духовными благословениями». Слава Богу! Поэтому эти отношения, отношения благословений или благословенные отношения, можно так сказать, они зависят от того, пребываем мы с ним постоянно, ежедневно или не пребываем. В Коринфянам 2 написано, что «Итак, кто во Христе, новая тварь древняя прошла, теперь все новое». Новое, понимаете? Да, когда-то ты жил в другой жизни, но сейчас, говорит, ты на лозе, ты во Христе, ты в Нем. Вот что главное сейчас должно быть в твоей жизни. Ты должен поэтому пересмотреть свою жизнь, что не все-все я сделаю, а Бог там что останется уже для тебя. Нет, порядок в жизни меняется, прежде Бог, а все остальное потом. И пока мы не поменяем свое мышление в отношении с Богом, пока мы не скажем, что Бог, и сделаем это, и скажем, и сделаем, что Бог, ты самое главное в моей жизни, в нашей жизни не будет порядка, не будет благословения, потому что по-другому не может быть. Так сказал Создатель, так сказал Творец, так сказал наш Спаситель. И еще одно место Писания, 2 Корисея 1, 20. «Ибо все обетования Божьи в Нем». Когда в Нем? Когда ты имеешь с Ним отношение, когда ты на лозе. В Нем. Да и аминь. В Нем. Вот почему Иисус говорит, если вы пребудете во Мне, и слова Мои пребудут в вас, чего вы не пожелаете, будет все обетования Божьи. Все обетования Божьи. Все, что нам нужно, оно есть во Христе Иисусе. Поэтому, если мы не видим этой перспективы, если мы думаем, что мы живем своей жизнью, и лишь иногда прибегаем в гости к Иисусу, как к своей бабушке, попить чаю, поесть варенье, еще можно с собой пирожков взять на дорогу, то это не то, что нам говорит Иисус. Он не наша бабушка. Он наш Спаситель, Он наш Господь. И Он говорит, ты должен жить там, где живу я. Ты должен быть там, где нахожусь я. Пребывать во Мне. И тогда, говорит, все Божьи обетования, они где? Все сокрыты во Христе, в Нем. Да и аминь. В славу Божью. Слава Богу. Давайте встанем, помолимся. Аллалюрия. Я верю, что Дух Святой, Он вдохновляет каждого верующего увидеть главное в своей жизни, увидеть это с божественной перспективы. Потому что, когда у нас есть время выбора, что тебе выбрать, куда тебе пойти, чем тебе заниматься, как ты начинаешь думать, как обычно, например, ну, там я, конечно, я занят Господь, у меня там то-то, и 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 то. Ну, и если останется время, а если проходит тоже вопрос о финансах там, ну, ты же знаешь, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. а если останется, но Бог говорит, друг мой, ты ничего не понимаешь, я не тот, который должен в остатке быть, я должен быть впереди, аминь? Поэтому там и написано, что самое лучшее отделялось для Бога, почему? Почему начатки приносились, почему об этом говорилось, потому что Бог учил свой народ, чтобы они видели, что же главное в жизни, кто главный в жизни, и когда мы что-то делаем, это видно, слава Богу, Отец, мы благодарим Тебя, Аллилуйя, за Твое Слово, Господь, которое Ты посылаешь, молимся, чтобы оно не вернулось тщетным, чтобы оно совершило работу, Господь, в нашей жизни, в нашем сердце, потому что Ты со своей перспективы видишь каждого из нас, здоровым, благословенным, успешным, посвященным и служащим Тебе с радостью, поэтому мы хотим видеть Господь так, как Ты видишь, поэтому Он и говорил, что чистое сердце, они Бога увидят. Все, что загрязняет наше сердце, наше старое мышление, наши предрассудки, наш эгоизм и так далее, мы должны от всего этого освободиться, потому что когда наше сердце чистое, мы видим Бога, мы видим Божий план, мы видим Божью перспективу, мы видим Божьи цели, мы видим Божье призвание, почему так важно, да, чистое сердце, чистое сердце, Господь, и мы молимся, чтобы у каждого было чистое сердце, не замутненное, не загрязненное, никаким эгоизмом, никакими страхами, никакими невериями, но мы хотим видеть, Господь, Тебя, мы хотим видеть проявление Бога в нашей жизни, и через нашу жизнь мы хотим видеть Твои планы, Твои цели, Господь. Для чего? Для того, чтобы их исполнить. Во имя Иисуса Христа давайте скажем хороший аминь. Аллилуйя! Продолжение следует...